Накануне в специальной библиотеке для незрячих Тувы состоялась торжественная презентация новых аудиокниг серии «Люди Центра Азии» на электронных носителях, на CD-дисках и флеш-картах. Региональный союз журналистов начал работу по записи аудиокниг с октября прошлого года. Буквально за несколько месяцев была сделана огромная работа по озвучиванию пятого и шестого томов книг-судеб «Люди Центра Азии». Совместный проект двух общественных организаций «Союза журналистов Тувы», «Общество слепых» и библиотеки, замечательной библиотеки для незрячих и слововидящих. Материалы книг «Люди Центра Азии» пятого и шестого тома, который выйдет в этом году, были озвучены для тех, кто не сможет их прочитать. Вот они, диски, специальные флешки. Это ваш труд, членов «Союза журналистов Тувы», которые безвозмездно трудились над этими материалами. Пока озвучено и готово только 27 материалов. До этого времени озвучка книг для незрячих и слабовидящих в таком формате осуществлялась самими работниками спецбиблиотеки и желающими. Так, совместный проект «Союза журналистов Тувы» и библиотеки стал окном в новый мир для тех, кто не может самостоятельно прочесть книги. Это для нас очень важная и интересная работа для сотрудников библиотеки. Ну и, конечно, для наших читателей очень важно донести ту информацию в печатном виде, который у нас существует. Да, везде книги печатаются, печатаются журналы, допустим, электронные журналы. Но для того, чтобы читать незрячему человеку, нужно донести эту информацию именно в адаптированной форме, чтобы была более такая интересная информация для них, чтобы можно было бы прослушать. Проект на этом не завершается. В планах Регионального союза журналистов озвучить и несколько, а по возможности, все книги и серии «Люди Центра Азии».